И примеры, когда Лот был предупрежден, это был верующий человек, и Господь сказал ему, что он будет казнить Содому Гоморру и зальет огненный дождь. И Господь это сделал, но сделал только после того, когда вывел Лота из Содома. Когда Лот покинул Содом, только тогда огненный дождь был излит, и города были сожжены Содома Гоморра. И сегодня история и археология подтверждает, что это так действительно. Нашли Содома Гоморру с сожженными, до сих пор там ничего не растет, как говорят. Но вы знаете, интересный момент был там с женой Лота. Написано, что Господь сказал не оборачиваться назад, но она не послушалась повеления Господа и повернулась назад, потому что сожалела о том, какую жизнь она оставила. Ей так нравилась эта содомская жизнь. Сегодня многие люди оборачиваются, верующие, оборачиваются на содомскую жизнь, мирскую жизнь. И им предупреждение об этом говорит Господь. Посмотрите на жену Лота. Она превратилась в соляной столб. До сих пор этот столб есть в Израиле. Кто ездил в Израиль, мы можем увидеть фотографии, что до сих пор этот столб стоит. К великому сожалению, произошло с женой Лота так. Лот спасся, а жена Лота оказалась тоже в эпицентре казни Божьей. Хочу поделиться еще с вами, братья и сестры, сны брата, полученные недавно для тела Христова. Это пожилой человек, который рассказывал о том, что Бог ему открыл, что он увидел для нас, передавая. Он увидел, как люди после того, как было восхищение, в ужасе искали своих детей, которые просто исчезли. Искали их в шкафах, в чуланах. Очень многие люди потеряли своих детей, потому что многие дети, совсем маленькие, они были забраны Богом. Мы об этом знаем. Писание об этом говорит. Они исчезли в шкафах, в чуланах, под кроватью, во всех комнатах они искали, на улицах, в кустах, под машинами, в гаражах. И они были в бешенстве, потому что не могли найти своих детей. Плакали, рыдали, стучали в двери соседей, искали своих детей. И казалось, как он видел это, что в каждом, практически в каждом доме произошло подобное, кто-то исчез. Произошло много несчастных случаев, он видел это. Многочисленные аварии. Люди подбегали к этим машинам, а там никого не было. Потому что люди, которые сидели, ну, к примеру, за рулем сидел человек верующий, он исчезал, восхищался Богом на небеса. Естественно, происходила из-за этого авария машины. И очень много было аварий, страшное время, страшные моменты происходили, которые он видел, как Бог показал ему во сне. И люди, кто остался на земле, подбегая к этим машинам, не находили сидящих за рулем. И вот он говорит, что в этом сновидении было показано ему три типа людей. Либо это были теплые христиане, либо те, которые следовали ложному Евангелию. Они знали о восхищении, и когда случилось восхищение, они были вне себя. Они плакали, вставали на колени, они взывали к Богу, они скрижетали зубами, поднимали грязь земли и посыпали свои головы, рассказывает он. Следуя ложному Евангелию, они предпочитали, чтобы льстили их слуху. Они хотели изменить Бога, чтобы Он соответствовал их жизни, а не изменить свою жизнь, чтобы она соответствовала Богу. Вторая группа людей, рассказывает он, это те, кто были ошарашены тем, что произошло, так как не знали об этом. И третья группа людей, это те, кто, сжав кулаки, смотрели в небо и проклинали Бога за то, что Он позволил этому случиться. Они были безумно злы, повествует он свое сновидение. И вот, друзья, еще одно интересное уже видение, видение данное сестре совсем недавно. Вот что было ей показано. Земной шар, и она это нарисовала так вот в виде бумажки. Земной шар разделен пополам, вот в таком виде, как вы видите сейчас. Это она показала, чтобы нам было понятно, что было ей показано Богом. И она услышала голос, который ей сказал, ты, будучи на земле, либо привязан к небесам, либо к земле. То есть есть люди, которые небесные, но они временно на земле. Есть люди, которые вроде бы к небесам стремятся. Одна половина жили на земле, но привязаны к небесам. А другие мечтали о небе, но принадлежали наоборот земле. Понимаете, о чем я говорю? И это было показано именно вот так ей. И в момент восхищения каждый останется там, к чему он был привязан на самом деле. И вот когда церковь будет вознесена, Антихрист откроет себя в полной мере своего зла, так как ему дана будет свобода и власть делать то, что он будет делать. Посмотрите, в Матфея 24 главе, там в одном стихе написано, силы небесные поколеблются. Так Бог описывает эту картину. Силы небесные поколеблются. Оказывается, в греческом, в оригинале, вот это слово небесные, здесь греческое уранон. На что похоже? Уран. То есть в последнее время будет задействована ядерная энергия, ядерная сила. И многие, много пророков и другие христиане, которые видели то, что Бог показывал им. После восхищения церкви, они говорят, будет Третья мировая. То есть им Бог это показывал. Это будет страшное время. Это будет самое мрачное время из всех прошлых времен, которые переживала когда-либо планета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok